Инди-разработчики уже который год выпускают игры изобилующие отсылками к ретро тематике, так что очередным платформером с чиптюн музыкой и спрайтовой графикой уже никого не удивишь, а многие игроки даже порядком подустали от этого сонма одинаковых игр из серии «Как в детстве». И вроде бы разработчики из Яхт Клаб Геймс абсолютно такие же, но при этом им каким-то образом удалось создать очень самобытную игру с собственным лицом. Shovel Knight вышла уже довольно давно, но европейский релиз версии для консолей Nintendo постоянно откладывался. Лично я стоически ждал именно версии для Wii U, и сейчас я могу сказать, я ни о чем не жалею. Да, первые пару уровней ты постоянно ощущаешь, что игра состоит из лоскутов самой разнообразной игровой классики. Но при этом ты так же постоянно отмечаешь, насколько грамотно эти лоскуты сшиты в единый сказочный мир, где герой отдаленно похожий на персонажа Dark Souls спасает боевую подругу из лап коварной и могущественной колдуньи и ее приспешник. Уже ко второму боссу в игру втягиваешься настолько, что начинает казаться, что это еще один классический проект от Capcom, который ты просто в свое время пропустил. И в этот момент удовольствие от игры только возрастает. Да, игра сделана так скрупулезно, что действительно, выйдя она на 16 или 32-битных игровых системах, у нас была бы еще одна невероятно любимая игра из детства. Сейчас же Shovel Knight может стать одной из любимых игр подрастающего поколения геймеров. Ну а игроков со стажем просто заставит пережить массу приятных воспоминаний из детства. Очень хочется надеяться, что Яхт Клаб Геймс не растеряют свой задор и продолжат радовать нас вот такими вот играми. И кстати, я вам настоятельно рекомендую играть именно в версии для консолей, поскольку в них добавлен дополнительный функционал, ну, вроде StreetPass Arena в версии для 3DS, и допиливают их как-то более основательно, патчи выходят чаще, и видно, что лоска в версиях для консолей больше. Но, если у вас такой возможности нет, то версия для ПК мало чем уступает этим. Ну а на этом я хочу сказать вам всего доброго, и до встречи в других роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok